Вы знаете, представителям прессы в наш дом, мне кажется, попасть было очень трудно, потому что муслим, человек, был, в принципе, закрытый, несмотря на то, что он своим, если вы помните этот жест, которым он обнимал весь мир, тем не менее попасть к нему в сердце, в его дом, в его непосредственно очень близкое окружение было довольно трудно. Особенно в начале он, в общем-то, не допускал никого. Ну, я вместе с ним, конечно. Конечно, не хотелось, чтобы люди трактовали по-своему то, что они видят, то, что они слышат. Поэтому хотелось бы, так сказать, чтобы не так часто появлялись в нашем доме представители прессы. Ну, муслим в этом смысле очень был чуткий человек. Если ему сразу не нравился человек, то, значит, никаких шансов не было. Если его заинтересовывало что-то в вопросе, в интонации человека, который сначала по телефону задавал ему вопросы, тогда он давал согласие, чтобы они приходили к нам в дом. Я была просто счастлива, когда я поняла, что в нашем доме появился настоящий друг. И звали его Святослав Игоревич Пелса. Обаять своим умом, своей интеллигентностью, своей образованностью. Вообще, все, что я могу о нем сказать, царство небесное. Потому что он был в нашем доме очень желанным гостем и очень интересным собеседником. Очень интересным. Мало того, что, так сказать, ты получаешь удовольствие от его прекрасного русского языка, еще и получаешь очень много знаний, которыми он обладал и щедро делился. Вот так появились передачи, которые назывались «В гостях у муслима Магомаева». Я, конечно, все съемки помню. Помню, кто в чем был одет, кто о чем говорил, кого что волновало. Это касалось и муслима, и славы. И потом, конечно, я всегда принимала участие в этом, как оператор съемки, потому что он доверял только мне. Я обязательно стояла за камерой и смотрела, в каком ракурсе ему комфортно. Я знала этот ракурс и просила операторов. Режиссеры тоже принимали в этом участие, которые вели эти программы. Они с удовольствием отзывались на мои призывы. И потом в результате оказывалось, что правильно. О чем мы будем говорить или как-то готовиться к этому событию. была одна подготовка – накрыть красивый чайный стол. Чтобы человеку, который пришел бы к нам в гости, было очень приятно и не хотелось уходить.